добрый вечер как всегда с молитвой в сердце на устах чтобы нам была помощь в изучении сложнейшего материала пророков и чтобы мы не только поняли текст но помогло нам это помогло соприкоснуться с пророческим духом и смотреть на вещи и на окружающий мир и на то что происходит с нами самими со всем народом несколько иначе вот для того чтобы мы смогли достичь этой цели мы обращаемся ко Всевышнему и так мы продолжаем с вами книгу Шовти мы говорим с вами о периоде после смерти Яшуа Яшуа прожила по некоторым мнениям 14 лет после входа в землю умер в возрасте 110 лет об этом сегодня будет говорить сама книга Шовтим то что хотелось бы отметить в общем возвращение в землю Израиля как в период завоевания земли Израиля Яшуа особенно в период Шовтим в период судей оно требует переосмысления прежде всего того кто мы такие есть сами мы начинаем мы сталкиваемся с новой ситуации мы сталкиваемся со святостью земли Израиля что такое земля Израиля что такое святая земля Израиля что такое что такое народ что такое я который соотношусь с народом какие мои взаимоотношения с окружающими народами чем я отличаюсь от них, все эти вопросы остро встают в период возвращения в землю Израиля, как в эпоху судей, так и в наше время. И это вопрос очень серьезный, потому что от того, как мы ответим на этот вопрос, и сумеем ли мы ответить на этот вопрос, сумеем ли мы увидеть свою особенность, с чем мы отличаемся от окружающих народов, как мы соотносимся со святостью земли Израиля, что такое для нас народ, от этого зависит наш успех. Потому что если мы так же, как и другие, так же, как и любой другой народ в этом плане, если мы не сумеем найти свой путь, найти свою особенность, понять, кто мы такие, какова наша национальная задача, наша национальная идея, то дело кончается тем, что приходят другие и пользуются всеми успехами, всеми нашими успехами, делами наших рук, используют свою пользу. И мы не можем воспользоваться этим ради своего народа, ради себя, потому что мы не понимаем, что нам нужно. У нас есть успехи в отдельных областях, но мы не понимаем, что нам нужно. Поэтому процесс идентификации, он очень серьезный. И вот мы видим, с вами сейчас попробуем вернуться к Нигишу в тем, мы видим, что он был, так сказать, не очень успешным после смерти Игошу. Но, может быть, прежде чем мы вернемся к тексту, я хотел бы сделать такие два небольшие возвращения назад. Первое из них. Так, я открываю Шиар. Так, первое из них. Это не то, что мы с вами видим на картинке, это несколько потом, да. Но я хочу поднять карту войны колена Иуды за Ирушалаем, войны с Адони Безек, с господином Безека, о которой мы говорили в прошлый раз. И пользуюсь книгой «Датмикрат» под редакцией профессора Эли Цур, в ней в основном отражены его идеи, профессор известный в Израиле и следователь Танаха, я взял с вами, что Безек находится недалеко от Ирушалаема, там, где находится сегодня арабское селение Абудис, у первого шоссе соединяющего Ирушалаем и Тель-Авив. Теперь, задавшись задачей проверить все-таки эту информацию, я поговорил со специалистами, в частности с профессором Аароном Демским, который заверил меня, что Безек находится на севере, и информация, по которой профессор Эли Цур поместил его, Безек, рядом с Ирушалаемом, где-то здесь, она совершенно непонятна. Значит, Безек, он находится, северняя шхема, как мы здесь видим, как это отмечено на карте других исследователей, на Атлас, издание Атлас-карта я с вами пользуюсь, так что профессор Демский, он не одинок в своем мнении, здесь есть Нахль-Бзик, Нахль, как сказать, поток, который называется Безек, и здесь, предположительно, по мнению большинства исследователей, здесь находится город Безек, которым впоследствии воспользовался, которым впоследствии к атаке на царя, на царя Нахаш Амонейского, Нахаша Амонейского, который осадил город Явеш, который еще несколько севернее здесь, да, вот Безек, значит, где-то здесь. Это очень важно, потому что это меняет всю, меняет всю картину, меняет предложение, которое мы читали, когда сыновья Израиля спрашивают, кто поднимется для нас на ханонейские племена, и ответ, как мы говорили, через Урим и Тумим, через нагрудник первосвященника, Иуда поднимется, Иуда захватывает Атони и Безек, оказывается, Иуда тогда, он идет не в свой удел, он идет действительно, как бы здесь более четко видно, что он идет против тех, кто собирается на севере, против тех остатков гнадских племен, которые собираются на севере, для того, чтобы атаковать все колена, все колена Израиля, и здесь, в долине Израиль, что очень важно, где можно использовать колесницы, колено Иуды одерживает победу за счет своей решительности, за счет своей смелости, и уже тогда, после этого, колено Иуды направляется в Иерушалаем, который оно захватывает, по всей видимости, потому что царь Иерушалаем присоединился к этой войне, и его войска находились возле Безека, Иерушалаем можно было захватить, как мы с вами говорили, без трудового труда, без большого труда после победы под Безиком. Очень хотелось сделать это уточнение, и для того, чтобы мы с вами представляли, что изучение Данаха – это большая работа, и очень важно сориентироваться на местности и правильно определить расположение древних городов, в чем иногда бывают споры, споры между исследователями. Это одно замечание. Теперь второе замечание, которое касается также возвращения к прошлым урокам. Мне представилось, что несколько раз прозвучал вопрос о том, почему Яашуа, остался нефонит, и почему его мудрость, как учителя Торы, оказалась недооцененной. Все зависит от взгляда на вещи, которые меняются с каждым поколением. Как представить себе мудреца Торы? В поколении Маше он представлялся человеком, который поднялся на гору Синай и который принес Тору всему народу. И если он творил чудеса, и если он воевал, то война, на которую он выходил, на которую он выводил народ, она также сопровождалась чудом. Поэтому Яашуа, который стремился к тому, чтобы вывести сыновей Израиля на реальную войну, если происходили чудеса, то они происходили на начальном этапе завоевания земли Израиля. И как мы с вами говорили, они все были такого плана, что от сыновей Израиля требовалось большое напряжение самостоятельное. Вот если, скажем, все на Ерехов упали, это была война по тому же принципу, по которому воевал Маше еще. И, тем не менее, потребовалось напряжение, потребовалось ходить вокруг стен города. И дальше, если мы вспомним, как бы солнце и луна, Яашуа приказывает им остановиться, и они как фонари, как освещение, а догонять врага и преследовать его, и убивать, истреблять его, это было на основях Израиля. Поэтому казалось, что уровень чудес, он, уровень чудес, он понизился, да. И, скажем, для того, чтобы представить себе, да, что мы представляем себе, что также в изгнании, то есть есть, скажем, возвращаясь немножко, то есть образ Маше, мудреца Торы, для которого происходят чудеса, есть Яашуа, для которого по тем или иным причинам чудеса гораздо меньшего порядка, в какой-то момент они совсем превращаются, и каждому колену нужно своими силами, своими усилиями, с большим трудом и риском осваивать свой надел. А где же руководитель народа, который будет молиться так, чтобы обращаться к Богу, так, чтобы все враги разбежались, его нету. Поэтому говорят, поэтому говорили, что Яашуа, Яашуа слабее, чем Маше, и он, его лицо похоже на луну, лицо Маше похоже на солнцу. И Баба Батра отмечает глубокое непонимание Маше. В связи с этим, мне бы хотелось с вами поговорить об одной личности, без которой невозможно представить себе нашу историю, современную историю. Это Рав Шламо Горен, который от становления государства в 1948 году до 1974 года оставался главным раввином армии обороны Цааля. Что ожидалось от него не изначально от Рав Горна? То, что он обеспечит службу отдельную религиозным солдатам, он организует для них кашрут, он организует для них молитвы, и будут религиозные отделения. Рав Горен совсем иначе посмотрел на вещи. В скобках нужно сказать, что за всю историю существования главного раввината, экзамены на главный раввинат без единой, как бы без единой огрешности, сдали только два человека. Один из них это Рав Горен. То есть это человек колоссальных знаний, конечно, не только этими знаниями, экзамены измеряются его знания просто как некоторый показатель. Но дело не в этом. Дело в том, что как человек видит задачу главного раввина, мудреца Торы, который помещен в армию Израиля. И на тот момент представляется, что война и духовность, они полностью отделены. Есть целая большая группа, которая вообще считает, что воевать, по крайней мере, на данном периоде. Это является чуть ли не запретом Торы и избегает службы в армии. И в это время появляется человек, который, несмотря на общий взгляд на вещи, что духовность отделена от государства и тем более от армии этой войны, он вдыхает новый дух в армию. Он вводит кашют во всей армии, обязательный для всех подразделений армии. Он вводит субботу в армии, когда исполняются только необходимые службы и все учебные, как сказать, все тренировки в субботу отменяются, если они только не являются совершенно срочными. То есть все обычные дела, кроме регулярной службы и поддержания безопасности в армии. В армии отменяется, суббота существует в армии, как постоянно действующий приказ. Это Раф Гурен. Теперь в период шестидневной войны он тоже повел себя совершенно нетривиально. Что требовалось от главного равената? Поддержание того же самого кашюта, молитв. Главное, это такая очень тяжелая и неприятная обязанность, которая лежит на главном равенате, это опознание погибших, для чего применяют специальные способы и методы, разрешенные Галахой. Это очень важный момент со многих точек зрения. Но Раф Гурен увидел совершенно по-другому свою задачу как главного равена армии обороны Израиля. Он увидел, что это, он увидел эту войну, как войну завоевания земли Израиля. И какая обязанность каждого человека, а тем более главного равена армии, это исполнить эту заповедь, завоевание земли Израиля, наиболее эффективным способом. И он, и он был во всех горячих точках, был первым или почти первым. Здесь мы его видим, здесь мы его видим с вами на фотографии сразу после сражения за храмовую гору на третий день шестидневной войны, когда он трубил шафар и поддерживал дух солдат. Нужно сказать, забегая вперед, что опять же, как взгляд на вещи, Раф Гурен увидел победу в шестидневной войне как некоторое такое указание свыше и открывшуюся возможность свыше построить храм. Первое, что он сделал, когда была захвачена храмовая гора, он, находясь в статусе, в звании генерала, он приказал инженерным войскам произвести все замеры храмовой горы с абсолютной возможной на тот момент точностью, что и было сделано. Эти чертежи впоследствии послужили для установления точного места, где был храм и где находился жертвенник. Это взгляд на вещи, взгляд на себя, взгляд на того, каким должен быть Равин и где его место. И как Леавдель в том фильме о Чапаеве, когда он командир все время в тылу и в самом безопасном месте, Раф Гурен, и только когда преследует врага, командир на белом коне. Раф Гурен был в самых горячих точках и поддерживал солдат и сам был первым. Он въехал на первом танке, въехал в Азу, о которой мы сегодня будем говорить о завоевании его коленом Иуды. И то, что может быть является совершенно не тривиальной победой одного человека. Сейчас мы с вами найдем вот эту фотографию, которую я хотел. Сделаем ее немножко больше. Это Раф Гурен со знаменем Израиля у могилы праотцов Марата Махпила. Раф Гурен взял джип, опять же, пользуясь своим званием, взял джип, на одном джипе он въехал в Хеврон. В Хевроне арабы опасались вместе за погром 29-го года, жесточайший погром, когда была вырезана еврейская община и оставшиеся должны были уйти. Они тут же вывесили белые флаги таким образом. Раф Гурен связался по связи, сказал, что он находится в тяжелом положении, попросил подкрепление и только тогда подошли танки. То есть фактически один человек захватил город Хеврон. Про него еще можно рассказывать долго. Он был единственным человеком, практически единственным раввином, который активно противостоял передаче храмовой горы в руки арабов, в руки межнационального арабского комитета. Он практически был единственным человеком и в религиозном мире, который пытался остановить этот процесс. То есть, к чему я это говорю, какая моя цель, скажем, что объяснить, что все зависит от взгляда на вещи. Может быть, последний момент, как бы для того, чтобы также подчеркнуть вот этот взгляд на вещи. Несколько лет назад в раввинате Израиля был такой конфликт, скажем, круги, которые не служат в армии. Они сказали, что те раввины, которые принадлежат другим кругам, которые служат в армии, они не могут занимать пост Даяна, судей, как бы, в общем, в каком смысле самый высокий пост. И главный раввинат выбирает судей. Мне сказали, те, кто служили в армии, по их мнению, они не могут занимать пост судей. Почему? Потому что они нарушали в своей жизни. Обязательно был момент, когда они нарушали субботу. То есть, с точки зрения этих кругов, которые служат в армии, оборона в субботу, выполнение рутинных обязанностей по соблюдению безопасности страны, с их точки зрения, она является нарушением субботы. Это, опять же, просто зависит от взгляда на вещи, как посмотреть. Можно посмотреть иначе, что это величайшая заповедь, и что человек, который, скажем, ездит на джипе вдоль границы, он не только субботу соблюдает, он соблюдает субботу миллион раз. То есть, благодаря ему остальные евреи могут соблюдать субботу. И он исполняет заповедь охраны жизни. И то, что он делает, он делает и с точки зрения Галахи Пику, Хнефеш, сохранение жизни. И на вещи можно посмотреть иначе. То есть, все зависит от взгляда на вещи. И мы увидим с вами, я надеюсь, наш этот разговор, он будет иметь продолжение. И мы увидим с вами в дальнейшем книге Шофтим на такую ситуацию, когда мудрецы Торы, они оторваны от обороны страны. И они не могут защитить страну. Они, скажем, вынуждены обратиться, ну так условно говоря, к разбойнику, который понимает в военном деле. Конечно, не совсем разбойник. Это ультрировано несколько. Мы придем к этому моменту. Да. Но мы видим, что вот эта тенденция на как бы непонимание того, что мудрец Торы, он такой же и руководитель народа, он такой же еврей, как и такой же один из сыновей Израиля, на котором лежат все заповеди. И прежде всего заповедь завоевания земли Израиля, защита жизни. Да. И если он уходит от этого, он не исполняет важнейшую заповедь. Да. И как всякий человек оказывается как бы ущербным в духовном, который уходит от заповедей, он оказывается ущербным в духовном плане. Да. У него что-то не хватает. Не хватает понимания Торы, не хватает понимания взгляда на вещи, на мир, если человек уходит от такой важнейшей заповеди. Так что мы видим, что это не так-то просто. Вот, скажем, поколение, опять же, возвращение в землю. Да. Нашелся практически один человек, который по-настоящему увидел, что раввин, мудрец Торы, его место далеко не всегда в кабинете, за книгами, в Яшиве есть важнейшие заповеди. Если тебе пришла, как говорят, такая заповедь в руку, ее обязательно нужно исполнить наилучшим образом. Опять же говорю, что это не тривиально. Это нужно было увидеть, это нужно было понять. И только, по большому счету, только он один смог это сделать. Вот. Теперь мы можем представить себе еще раз Яшуа. Да. Началного периода, ожидаются от него чудеса, таких чудес, которые ожидались, не происходят. Вот. Он постоянно подчеркивает любовь к земле Израиля. А это не совсем понятно, что такое любовь к земле Израиля. Он постоянно подчеркивает обязанность завоевать, прекратить любые контакты с кананскими племенами, которые повлияют пагубно на земле Израиля. Это остается не совсем понятным и приводит к конфликтной ситуации. Да. После такого возвращения двух замечаний, да, вот, я бы хотел с вами продолжить дальше и посмотреть, что у нас делается прежде всего в, прежде всего делается у нас в тексте. Да. Вот. Мы с вами попробуем поднять текст. Ну, а и найти то место, где мы с вами стоим. Да. Вот. Мой учитель по Талмуду, да, пожилой человек, у которого я еще учился в Москве, он всегда говорил, где мы держим. Когда мы открывали гемару перед уроком, он спрашивал, где мы держим. Потому что гемару изучали всегда держа палец на том месте, где остановились. Бывали долгие дискуссии, долгие дебаты. Нужно было посмотреть иногда в комментаторы на полях и так далее. Но в том месте в гемаре, где остановились, всегда держали палец. Поэтому говорили, да, было такое выражение, где мы держим. То есть, где мы остановились, не остановились, а где мы держим. Да. Вот так же мы с вами, где мы с вами держим, где мы поставили палец в прошлый раз. Давайте попробуем с этого места продолжить. Да. Вот. Мы с вами поговорили, да, вот, пожалуй, мы здесь остановились, что Адоний Безек умер в Ярушалайме, куда его привезли. Я надеюсь, что мы помним значение того наказания, которое он получил, как бы провозглашение. Может быть, последнее такое напоминание, провозглашение того, что есть законы Торы, которые распространяются на всех людей, и каждый человек обладает образом и подобием, и независимо от того, кто бы он был такой, и лишать его образа и подобия, это преступление не только перед человеком, но и перед Всевышним. Да. Это как бы было вот такое заявление через его наказание. Да. И мы говорили, что сыновья Иуды захватили Рушалаем, сожгли его, да, а затем спустили сыновья Иуды воевать с народом Канаани, живущим на горах, вот, и в южной пустыне на Приморской Ниноменности. спустились, потому что горы Хеврона, они наиболее, горы Иуды, они наиболее высокие, и в Приморской, на горах, которые ведут к Приморской Ниноменности, и которые спускаются от Хеврона на юг, то есть тут получается, что спускаются с гор на горы, с более высоких гор спускаются на более низкие горы, да, и пошел Иуда на остаток народа Канаани, проживавший в Хевроне, да. Вот, и мы помним, что Хеврон, это его завоевание, это как бы такое несколько личное дело Калева, его семьи, да. вот, и здесь мы видим, как бы, как мы с вами говорили, войну духовную. Калев хочет сделать, сделать войну за землю Израиля, духовную, и так представляет дело, и совершенно правильно представляет дело, что от духовного уровня и, прежде всего, от знания, понимания, глубочайшего понимания Торы зависит успех, зависит успех в войне, захвата городов, которые могут представляться изначально совершенно неприступными, да, и вот захватил его Таниэль Бенкнац, младший брат Калева, мы об этом немного говорили, да, и было, когда пришла, да, и брат Калева и дал он ему Ахсу, дочь свою, в жены. И было, когда пришла она из дома отца и склонила его мужа просить у отца ее поле, и соскочила она со сла и сказал ей, Калев, что тебе. И она сказала, дай мне благословение, ибо землю сухую дал ты мне, и дай мне источники вод, и дал ей, Калев, источники верхние и источники нижние. Мы представляем себе Хеврон и его окрестности, которые завоевал Атаниэль Бенкнац. Это горы, в которых выпадает очень мало осадков, однако они, однако они изобилуют источниками горы Иуды, и на их склонах, может быть, с большим трудом выращивают виноград, прекрасные сорта винограда. И здесь опять же подчеркивается, что колено Иуды, оно не только завоевывает землю, оно направлено на соединение духовности и, так сказать, материального мира, или уверено в том, что освонение земли невозможно без духовной высоты. Ну, что сказать, между нами они совершенно правы. И мы видим, что, как это часто бывает, женщина играет очень важную, очень важную роль и в духовном становлении. И вот дочь Калева, да, с одной стороны, как бы по простому смыслу, она просит у отца дать ей источники, то есть ту землю, которую получил Атаниэль Бенкнац после завоевания Хеврона. Она представляется засушливой, а источники, или большие источники, главные источники остались за ней. И Акса просит это, просит у отца, чтобы он дал ей дополнительный наделок, откуда Атаниэль Бенкнац может привезти воду на свои земли. Да? И Калев откликается и дает, и Калев источники дает верхние источники нижние. С одной стороны, здесь любовь к земле Израиля, которой не всегда отличались женщины, если мы помним, что еще со времен пустыни дочери Славхада подошли к Маше и просили, чтобы им был дан надел в земли Израиля, несмотря на то, что их отец умер, и по существующим правилам они должны были бы остаться без надела земли. Маше обратился к Всевышнему, и Всевышний велел дать надел дочерям Славхада. Им были даны большие наделы в районе Шхема, огромные куски, целые области были даны дочерям Славхада. И этот опять же эпизод, он важен для того, чтобы показать, что у, так сказать, женской стороны народа было всегда большое притяжение к земле Израиля. Говорят, наверное, это в значительной степени справедливо, что Маше занимался мужским населением, мужской частью населения, Мирьям занималась женской частью населения, и Маше не удалось привить любовь к земле Израиля в такой же степени мужчинам, как Мирьям удалось привить любовь к земле Израиля женщинам. Женщины не участвовали в этом грехе разведчиков, когда плакали, то, как ни странно, на этот раз плакали мужчины. И здесь мы видим повторение этого момента. Акса подталкивает и колебает своего мужа, она проявляет любовь к земле Израиля, она как бы видит будущее своей семьи, как обрабатывающих землю. Но, кроме того, здесь еще есть и намек, безусловно, есть намек, есть что-то дополнительное, иначе бы несколько срок не было посвящено здесь этому разговору. Кроме земли, кроме источников, Акса умоляет колеба, чтобы тот передал ту Тору, те знания Торы, которые он хранит со времен Маше, чтобы он передал их ее мужу. И источники верхние и источники нижние намекают на знания Торы. Мы помним, что один из образов Торы – это вода, всякий жаждущий идите к воде, имеется в виду Тори, все, кто жаждет учения, идите к Тори, Тора как вода, живительная влага. И здесь намек на то, опять же, что женщина, как основа семьи, или можно сказать, она закладывает эти основы семьи, она видит и завоевание земли Израиля, и обработку земли Израиля, как связанные крепко, накрепко с изучением Торы, пониманием Торы. Это источники верхние, источники нижние, источники, которые на горе и которые ближе к полю, внизу, да, это и возможность сражать землю, и одновременно это источники Торы высоких духовных знаний и практических знаний Галахи. Вот. Мы представляем себе еще раз, что первые пророки, они написаны в форме конспекта, они не развертывают все, скажем, духовные, психологические проблемы, и они остаются завуалированными, да, и вот здесь, как бы, да, война за Хеврон, она очень и очень поучительная к Олевам, и его семьей, и его дочерью, которая выходит замуж за Атниэль Кнац, она воспринимается не только как овладение территорией военной и заселение ее, но и как овладение Торой на ее высочайшем уровне и передачи в следующее поколение. Вот. Это то, что говорится в Торе. И будете мне царством священником и народом святым, народом, который работает на земле, но у которого все проникнуто, проникнуто святостью, прежде всего его мысли, его знания, его направленность как бы в жизни, вот. И мы это здесь видим, как этот момент подчеркивается в семействе Калева. Вот. Здесь говорится, что род Кейня, который, по всей видимости, это потомки Итро, которые уже поселились на юге, в пустынные местности, они уходят оттуда в то время, когда Калев ведет войну для того, чтобы не пострадать. И они селятся в районе города Ерехо по определенным причинам. Город уже захвачен, там нет чужих народов. Вот. Но в дальнейшем мы, может быть, с вами вернемся к тому, почему именно около города Ерехо. И пошел Иуда Шимоном, братом его, и поразили останки Канаани, живших в Цфате. Здесь Цфат не на севере, а на юге. И нужно иметь в виду, что названия часто повторяются. И истребили его, и дал Иуда городу название Хурма. Город полностью разрушенный. Вот. И захватил Иуда города, такие как Аза, и пределы его, и Ашкелон, и пределы его, и Икрон, и пределы его. И Бог был с Иудой, и завладел он горами, потому что не смог знать живущих в долине, ибо железные колесницы у них. Здесь нас интересуют два момента. Во-первых, в отличие от распространившихся безграмотных мнений Аза, Ашкелон и весь район приморской низменности, все они являются святой землей, освященной жребием, который был брошен, так сказать, в шило. И по этому жребию свыше, по слову Всевышнему, эти пределы достались колену Иуды, за которые он и воевал, или оно, это колено, воевало. Есть, опять же, совершенно неправильные, просто ужасающие выводы из Гемары. Мы с вами в трактате «Ктубот» на 112 листе видим, что Давид, убегая от Шауля, он вынужден бежать к филистинлянам, искать какое-то убежище у злейших врагов на тот момент сыновей Израиля. И он говорит, зачем вы прогоняете... Давид говорит, кричит Шаулю издалека, зачем вы прогоняете меня, мели и стопе, чтобы я не мог присоединиться к уделу Бога и должен был идти служить чужим богам. Мудрецы Залмуда делают отсюда вывод, что тот, кто живет за пределами земли Израиля, он как будто служит чужим богам. И вот что же получается? Давид, убегая к филистинлянам, он говорит, что он идет служить богам чужим. Не идет чужим богам служить, естественно, буквально. Что он делает? Он должен оставить землю. И тут делается вывод ужасающий, что Аза никогда... Города филистинлян никогда не были святой землей. И вот Давид говорит, что он сейчас пойдет к филистинлянам, поэтому он оставит пределы святости, поэтому он как бы будет служить чужим богам. Это кошмар и ужас. То, что имеет в виду Давид очень простой момент, он уйдет к филистинлянам сейчас, но вероятность того, что он сможет там задержаться, очень маленькая. Скорее всего, ему придется бежать еще дальше, в Египет или морем, в другие страны, потому что у филистинлян трудно задержаться такому человеку, и к злейшему врагу Давиду, который убил Гальята, очень трудно там будет задержаться. То есть, Давид говорит, я ухожу в скитание, а не то, что буквально в землю, в скитание я ухожу. Вот. И, скажем, да, вот, и просто, к сожалению, такие вот ошибочные, я бы сказал, тенденциозные моменты, тенденциозное прочтение с целью, скажем, как бы оторвать от земли Израиля или куски оправдать, скажем, да, передачу азы в руки террористов, они, к сожалению, вот встречаются и в кругах людей, изучающих Талмуд. Ну, просто совершенно безграмотность и неумение, неумение прочтения текста. Самое главное — отриф от Танаха, от пророков, которые мало изучаются. Вот. И мы видим, Иуда боюет и захватывает эти пределы, которые даны ему по жребию. Ну, да, здесь мы видим такое некоторое противоречие, что мы знаем, что Аза и Ашкелон и Икрон, Икрон, может быть, находится несколько в горах, да, а вот Аза и Ашкелон, и они стоят в низменности. Вот. А говорится, что был бог с Иудой, завладел он горами, потому что не мог и знать живущих в долине, ибо железные колесницы у них. Как же завоевал тогда Иуда Азу и Ашкелон, если это города, которые стоят в низменности, и, естественно, в Велестимлян были колесницы. Мы представляем себе из дальнейшей истории захвата Бетель, что города сыновья Израиля в основном захватывали двумя способами. Один мы с вами видели, это когда сражение на открытой местности приносило успех, они врывались в города. И второй способ, они ставили засаду и малыми силами захватывали город или проникали в город через тайный ход. В каждом городе был потайной ход, который был предназначен либо для сбора воды за пределами города во время осады, либо для бегства. Если защитники города терпят поражение, то они могли спастись по этому подземному ходу. И здесь Иуда вполне-вполне мог захватить Иажу и Ашкелон неожиданным нападением, проникновением через потайные ходы. Однако удержать местность в низменности было очень тяжело, потому что у противника оставались колесницы. И поэтому Иуда со временем постепенно отступает в горы и оставляет города Азе и Ашкелон. Он приморского низменности вставляет. Они еще долгое время платят дань, но постепенно, когда укрепляются, они возвращаются как бы к своему прежнему положению независимых городов, враждующих сыновьями Израиля. И очень скоро филистимляне в период судей, как мы видим, становятся сильнейшими противниками сыновей Израиля. Нужно сказать, что филистимляне были развиты, так сказать, обладали передовой технологией. И они первые, практически первые среди всех народов начали обрабатывать, интенсивно начали обрабатывать железо и создавать железное оружие, железные элементы для колесниц. Вот. И дальше мы с вами видим, что Калеву отдали Хеврон. Вот. И дальше, как в качестве примера, дается история о захватах сыновей Иосефа Байтеля, когда они захватывают человека, и тот показывает им тайный вход в город. Говорят, что город, город Байтель назывался до этого Луз. Луз – это дерево, ореховое дерево. И метраж говорит о том, что в ореховом дереве, в таком большом дупле орехового дерева находился тайный вход в город. Вот. И название указывало на этот тайный вход, но никто, конечно, не связывал название с тайным входом, пока не был захвачен человек и не указал сыновьям Израиля вход в это место. Да. Вот. Человека не казнили, как мы видим, да, тот, кто даже попав в плен, да, идет на то, чтобы помогать сыновьям Израиля, ему сохраняли жизнь и по закону, как бы, да, по тому, что предполагало в свое время, в свое время письма Яшуа, который он отправил, что все, кто в любой момент как бы сдадутся, присоединятся, независимо от условий присоединятся к сыновьям Израиля, так и иначе они не будут истреблены. Вот. И заканчивается, заканчивается наша глава тем, что ни одно из колен, да, ни одно из колен не изгнало, не завладело своей территорией. Мы представляем, да, Иуда так остается как бы в стороне, в адрес его не звучит упрека, но и Иуда, честно говоря, не на особой оказался высоте. Часть его колена также, часть его надела также оказались незавоеваны, он просто как бы пророк не хочет выдвигать обвинения в адрес Иуды. И он все-таки стоит на таком особом месте, или оно, это колено стоит на особом месте. Вот здесь нам говорится. И не прогнал Минаше жителей Ибетшана и окрестных его деревей, и Танаха, его окрестных деревей, жителей Дора. И перечисляются, да, вот это Минаше, да, вот. Вот, а потом Ивлеама, Мегида, это все остались, и города не завоеванные, и оставались очень долго не завоеванные. Да, потом, говорится, и решили к на ней жить в этой земле. Мы здесь видим не только динамику, скажем, завоевания или не завоевания, но и динамику в сознании канонских племен. Они все больше убеждаются, что они могут жить в этой земле по своим законам и по своим правилам, и в следующий этап они убедятся, так для себя поймут, что они могут вытеснить сыновей Израиля из земли. И вот, когда Израиль укрепился, сделал он канонеев данниками, значит, когда были крепкими, то сыновья Израиля до канонеев платили дань, но изгнать их не знали. И Фраим, что имеется в виду? Здесь мы уже видим между строк, что когда несколько потеряли силу сыновья Израиля, ослабли, то канонейские племена совсем вышли из их повиновения и перестали платить дань. Поэтому нужно было изгнать, не облагать их данью, а нужно было изгнать. Или, как мы говорили, обязать отказаться полностью от этого поклонства и принять семь законов новых. И Фраим не знал канонеев, живших в Гезере, и жили канонеев среди его в Гезере, и так далее. Збулун, Ашер, Нафтали, и оттеснили морейцев сынов Дановых к горе, ибо не давали им спускаться в долину. Мы видим, что колено Дана, граничившие с филистимлянами, так же, как и иуды, соседи изначально иуды, они оказались в очень тяжелом положении, испытывали давление филистимлян, и начали отступать перед ними. И решили морейцы жить на горе Хериус. То есть они уже поднимаются в город. И, значит, этим кончается наша первая глава в книге Шуфтин. И вторая глава очень интересная, но прежде чем перейти к ней, я бы хотел остановить шеер, остановить экран и спросить вас, какие, может быть, вопросы накопились по нашему введению и по тому тексту первой главы, который мы с вами попытались просмотреть. – Можно спросить? – Да, конечно, да-да. – Спасибо. Вот Калеб, ему дали Хеврон, написали, мы читали. – Да. – Потом дальше написано, что Хеврон отдали как город для левитов. – Хеврон сделали, Хеврон сделан городом-убежищем. То, что город отдали левитам, это не значит, что весь город отдали левитам. Да, просто левитам было там дано селиться, там, может быть, были определенные правила в таком городе, но это не значит, что весь город передавался полностью левитам. Право селиться там было дано, да. — А, то есть он там и жил, и левиты там уже? — Да, безусловно. Часть города, скажем, или какие-то дома были отданы для проживания левитов. — Спасибо. — Окей. Что еще мы можем... Да, пожалуйста. — На одном из знамен колена Израиля изображен город. Как можно его отличить от всех остальных? — Считается, что это город Шхем. Он изображен на знамени колена Шимона. По понятным причинам, потому что в свое время Шимон и Леви захватили город Шхем. В этой, так сказать, военной операции была большая проблема, но в ней была и большая высота. И, скажем, и установление моральных принципов, и военный успех, и проявление божественного присутствия. И Шимон получил вот такой, как, скажем, да, не знаю даже сказать, в памяти или как бы как орден, как награду получил изображение Шхема на своем знамени. — Сам вопрос. Как отличить... То есть вот есть изображение. Как изобразить этот город? — Как изобразить город? Я не знаю. Понимаете, это как мы сегодня смотрим там на эмблемы городов. Может быть, там какая-то характерная башня, а может быть, просто схематически. Но все знают, что это этот город. Как отличить город Шхем на знамени Шимона от других городов? Я не знаю. Вот. Я подозреваю, что это, скажем, информация невосстановимая. — То, что по современным пониманиям города, который находится в долине, в отличие от городов на вершинах. — Не совсем понял. В современном понимании город в долине, город на вершинах. Ну, что же теперь? Что же нам теперь делать с этим? Есть города в долине, есть города на вершинах скал, гор. Что мы должны с этим делать? — Ну, то есть он в долине, две горы. — Не знаю. Понятно, что никто не знает, как выглядело знамя Шимона. Но все, что сегодня есть, это схематические какие-то предположительные изображения, на которые совершенно невозможно ориентироваться. Если вы видели город в долине, на вершине, на вершине одной горы, на вершине двух гор, это не имеет никакого значения, никакого соотношения с Торой. Изображение города на данный момент неизвестно. Самое главное, что это неважно для нас принципиально, понимаете. Окей. Что-то есть еще, что спросить? — Два взаимосвязанных вопроса. Насколько действительно роль Иошуа повлияла на степень завоевания земли Израиля? И вот второй вопрос. Какой же все-таки корень, в чем причина вот такого недостаточного завоевания земли Израиля? — Личность Иошуа, она совершенно принципиальна, так же, как личность Маше. Как говорят, история не имеет сослагательных наклонений или сослагательного наклонения. И трудно себе представить, что бы было, если бы не было Иошуа, как проходила бы война. Трудно представить себе. Но понятно, что Иошуа был особым человеком. И так же, как и совершил, скажем, подвиг духовный, не менее высокий, чем Маше. Если Маше поднялся на гору Синаи и принес Тору для всего народа, то Иошуа завоевал земли Израиля для всего народа. В этом его огромная заслуга. И как пророка, и как руководителя, как человека, о котором сказано, и Шарухот. Человек духов, как мы с вами говорили, он сумел вдохнуть дух весь народ. Он сумел вдохнуть дух весь народ и призывал колено, как мы видим, которые, опять же, не до конца понимали важности заселения земли Израиля. Он призывал их заселить землю Израиля. Настай был на этом. И многое-многое другое. Его роль, конечно, велика. Мы видим с вами в Медрашим, что изначально, как бы еще в пустыне, было ясно, что Иошуа ведет в землю Израиля. Мы помним с вами историю про Ильдад и Мейдад. Двух людей, которые пророчествовали. Говорят, что они пророчествовали, пишет Раши. Они пророчествовали так. Моше Мэт, Яшуа Махнис. Моше умрет, а Яшуа ведет в землю Израиля. То есть, предсказание о том, что он ведет в землю Израиля, оно было давно. Медраш говорит о том, что буква Юд, которая была в конце имени Сары, когда ее звали Сарай, она сохранена была Всевышним и была дана Яшуа. Когда имя Моше изменилось на Яшуа, то именно буква из имени Сары перешла к Яшуа, перешла к нему. Можно говорить, почему, что за этим скрывается, но факт, что Яшуа был особым человеком, таким же, настолько же особым, как Моше, который видел и, скажем, и физическую сторону завоевания земли, и духовную сторону завоевания земли он видел не хуже, чем Моше, и отличался колоссальной праведностью, и умел поднять людей на войну. Так что трудно представить себе, кто бы мог занять его место. Кроме того, он был тем звеном передачи Торы из поколения в поколение, без которого тоже невозможно представить себе передачу Торы из поколения в поколение, как говорится в Перке. А вот Моше получил Тору Синая и передал ее Яшуа. Так что его как бы невозможно никуда выбросить, спрятать. Вся его жизнь, вся его биография, как мы с вами говорили, она была как бы подготовкой к тому, чтобы встать вот так вот во главе народа в качестве военного руководителя, руководителя войск. Теперь почему, вы спрашиваете, почему не завоевали всю землю Израиля? Базовый корень, почему для любви не хватило? Да, базовый корень только один. Не хватает желания, не хватает... Это большое усилие. Время было очень... Понятно, что время было очень трудное. Как бы жилищные условия, как говорят, были очень трудными. Нужно было противостоять и природе, и врагам. И поэтому мы очень хорошо понимаем, что люди искали более легкого выхода. И наиболее легким выходом оказалось оставить племена, которые находятся в твоем колене. Они дрожат, они ничего не делают, они заперли в своих городах. Оставить так, как они есть. И не трогать их. Это оказалось наиболее легким выходом. Понимание того, что есть заповедь. Есть заповедь установить твою власть во всей земле Израиля, чтобы там был закон Торы. Те законы, которые необходимы для евреев, и те законы, которые необходимы для неевреев, чтобы они соблюдались во всей земле Израиля. Этого понимания не хватило. И настойчивости не хватило. Вы понимаете, мы привыкли к тому заповедь Торы. А вот он исполнил заповедь Торы. Люди не всегда понимают, что такое заповедь Торы. Многие не понимают, что служба в армии Израиля как наиболее эффективная возможность защитить жизни евреев. Я уж не говорю об обязанности завоевания святой земли. Там можно спорить об этом. Но защитить жизни евреев – это величайшая заповедь. Многие люди этого не понимают. Просто как бы не доходит до сознания. Есть многие моменты, которые не доходят до сознания. То, что есть запрет передавать землю Израиля в руки врага. Тоже, вы понимаете, это даже многие религиозные люди не смогли осознать несколько наших периодов истории. Как бы одна из причин, может быть, не самая главная, то, что люди не понимают, где проходят границы земли Израиля. Где границы святости. Даже это понимание отсутствует. И пришел народ, который за 40 лет в пустыне жил около Мешкана. Разошелся по всей земле. У каждого свои привычки и свой характер. Оказались довольно разрозненными. Оказались под влиянием тех кананских племен, которые остались. Не понимали, насколько пагубны контакты с ними. Так же, как сегодня, скажем, наши рабочие контакты с арабским населением, которые обладают совершенно другой культурой труда, как мы понимаем, ответственностью, пониманием собственности другого человека. Это пагубно влияет на нас и снижает, скажем, наше качество работы, отношение к труду и в конечном отношении к друг другу. То же самое, может быть, сильнее происходило, когда остались эти кананские племена. Их влияние, влияние их обычаев. Вот скажем, взять такой пример конкретно, как кананские племена там приносили в жертву своих детей. Сыновья Израиля это не делали. Но был распространен культ Молыха, которым в Торе упоминается как отдельный запрет. И что делали? Брали ребенка и проводили его через огонь. Были специальные служители, шрицы, которые умели пройти через огонь, не обжигаясь. И вот они должны были провести ребенка так, чтобы он тоже не обжегся. Но иногда ребенок сгорал. Иногда детей просто бросали в огонь в честь Молыха. И такое было. Считалось, что пожертвовать одним ребенком, это помогает сохранить жизнь других детей. Мы представляем древний мир, большую детскую смертность и так далее. Вот и считалось, что это помогает. Сыновья Израиля этого не делали. Но что? Но какой обычай, скажем, распространился, как пишет Датсу Фримм, брали ребенка, подводили его к печке, подводили его к огню. Вот они делают так. А мы делаем так. Понятно, что это искажает сознание, подрывает, не подрывает и веру во Всевышнего, но это само собой, это подрывает отношения, ценности к человеческой жизни. Вообще просто представление о том, что каждая человеческая жизнь, она ценна. Нет, в огонь не вращают. Но уже, понимаете, значит, как бы сближение. И таким образом многие обычаи, они начинают распространяться. А идолопоклонство, оно страшно тем, что оно разрушает сознание, оно разрушает сознание человека. Бывают, не дай Бог, не про нас сказано, психические заболевания, человек болен, скажем, он не может функционировать, или с трудом функционировать. Идолопоклонство, когда оно распространяется на родину, оно делает то же самое. То же самое народ не может функционировать. Это болезнь, это заболевание. И это то, что происходило в эпоху судей, тем более, что не было, как мы с вами говорили, не было опыта, не было опыта, как противостоять идолопоклонству. Казалось, что незначительные какие-то детали, обычаи, все это, все не запрещено, не было запретов от мудрецов, ограждающих, как бы, человека от идолопоклонства. Еще один момент, который мы увидим с вами несколько позже, подойдя к книге Шмуэля, скажем, он проявляется ближе, как бы, к концу эпохи судей, но он действует на протяжении всей эпохи судей. Мудрецы Торы не взяли ситуацию в свои руки. То, что им нужно было делать, их было, может быть, не так много, им нужно было ходить по городам, из города в город, учить, устанавливать места изучения Торы, обучать Торы, укреплять веру, учить людей, молиться Всевышнему от всего сердца. Это не было сделано. И большая, как бы, ответственность лежит на мудрецах Торы, которые увидели передачу Торы из поколения в поколение, как некоторое такое дело элиты, от одного к другому, и не осознали, насколько важно передачу Торы распространения Торы во всем народе. Это причины, которые мы можем увидеть с вами. Равзи, вы имеете в виду коэнов и левитов, мудрецов Торы? И коэнов, и левитов, и как всегда, кроме коэна, и левиты, как бы, мы представляем себе, что на протяжении эпохи храма, и первого, и второго, как бы, они выделялись, как люди, которым давалось десятые части, у которых не было надела, достаточно для того, чтобы прокормиться, и они посвящали, и должны были посвящать всю свою жизнь изучению Торы, и обучению других. Кроме этого, как всегда, были мудрецы Торы, у Маше, были ученики, это не только Аарон и его сыновья, были старейшины, были главы колен, которые были, по крайней мере, большая часть из них была мудрецами Торы, были другие люди, которые просто способны в Торе, не обязательно коэны или левиты, вот, скажем, но мы представляем себе, что, скажем, способности, когда человек обладает Торой, это обязывает, да, обязывает передавать Тору, распространять ее среди других людей, да, вот, и Медраж, мне сейчас трудно привести ссылку, я посмотрю ее, да, он говорит о том, что большая ответственность лежит на мудрецах Торы, которые не ходили из города в город, да, вот, скажем, понятно, что мы смотрим через века куда-то в совершенно другую ситуацию, в другие, в другие, скажем, другую психологию, и нам трудно определить точно, но примерно мы картину себе представляем, да, вот, это нежелание завоевать всю землю и знать, и знать народы, впоследствии заключения с ними договоров, перенятие их, обопринятие их обычаи, отхода от Торы, который влечет за собой отходы от Всевышнего и сближения с Иисусом поклонствам, да, и мы начинаем, как мы с вами говорили, терять себя, мы уже не знаем, кто мы такие, что нам нужно, да, чем мы отличаемся от других, какая наша задача, и все плывет и растекается, да, или покоренны местными племенами, понимаете, да, хорошо, ладно, что-то еще есть, что можно спросить? Да, извините еще раз за настойчивое, да, по поводу изображения города на флаге, это к этому периоду относятся изображения, но если мы рекомендуем... Сама по себе как бы при писании эмблемы мы видим, что это было, что эмблема была установлена в пустыне, что когда был построен мешкан, все колена заняли свое место возле мешкана, то у каждого колена появилось знамя, дегель, и в это же время появилось знамя у Шимона, да, у колена Шимона. Город, город какого периода? Я не понимаю, город какого периода, это шхем, который был в... который был захвачен Шимоном во времена жизни, во время жизни Якова, во время жизни Якова, можем с вами представить себе какой-то год, это не так трудно, вот, но это, скажем, да, когда были братья Яков, которые возвращаются только в землю, и как это описано в Торе происходит, скажем, история захватывает Дину, и колено, не колено, а братья захватывают город Шхем, возглавляют братьев Шимон и Леви, да, у Шимона на... Шимона на время появляется город Шхем, появляется период в пустыне, когда у каждого колена появляется знамя. Спасибо. Хорошо. Ладно. Мы тогда с вами останавливаемся, да, вот, надеюсь, что мы не потеряли время, и жду продолжения, попробуем с вами как-то продолжить эту непростую книгу. Ладно, всего самого доброго, вот, я тогда отключаюсь, вот, я надеюсь, Сейчас, секундочку, если можно не отключаться, общее сообщение, еще будут дополнительные объявления на всех наших площадках, через неделю Божьей помощью будет специальное заседание, посвященное канону человеческой, скажем так, это есть некоторая дата 27-го хешвана, это по традиции выход новых киреной из ковчега. У нас к этому дню приурочены специальные занятия на всех языках, которых у нас есть, как бы, отделение немецкий, французский, испанский, телуга, индийский, и вообще всякая, как бы, экзотика. То, что касается нас, у нас будет не 8, как сегодня, не все в 5.30, как сегодня, а в 8 будет специальное занятие с Равзеевым, там будут всякая конфлика, часть из него будет посвящена этому событию. А конкретно еще про этот день, это через неделю в Йомрешен воскресенье, там будет еще Рафьен и Левин, и будет выступление Рава Ширки, это я дополнительно напишу в Телеграме и в остальных местах, но просто знайте, что занятие через неделю Рава Зеева будет не в 5, а будет в 8. Большая просьба тем из вас, которые могут сказать и хотят сказать пару слов, представиться, было бы очень здорово. Окей? Это было мое, как бы, сообщение. Седа? Хорошо. Спасибо. Всего самого доброго. Тогда всем счастливы и до свидания. Пока. В 8.30 сегодня занятие Рава Ильяу Левинштейна на тему еврида. Тексты Тора и молитв. Всем счастливы и пока. Рава Ильяу